Здравствуйте, уважаемые коллеги! Рада вас видеть на наших открытых эфирах. Сегодня мы с вами поговорим о такой... Извините, забыла представиться. Меня зовут Селецкая Татьяна Витальевна. Я являюсь преподавателем Международной педагогической академии дошкольного образования. Сегодня мы с вами поговорим о такой замечательной серии книг, которая называется «Пальчиковые игрушки». Книжка с пальчиковыми игрушками. В эту серию входит 8 замечательных книг. Это вы видите про тигрёнка, про котёнка, про корову, про слона, про утёнка, про мешку, про собачку и овечку. И сейчас мы с ними познакомимся более подробно. Хочу вам показать, как выглядят эти книжки. Эти книжки небольшого размера. Их удобно ребёнку маленькому раннего возраста держать в руках, потому что они хорошо умещаются в его ладошках. Сейчас мы переведём в большой формат, чтобы вам было лучше видно. Они легко помещаются, ребёнка, в его ладошках. Как я уже неоднократно говорила про книги раннего возраста, чем эти книги хороши? Эти книги хороши тем, что у них твёрдый картон. То есть порвать очень, знаете, сложно. Я такие большие усилия прилагаю, чтобы немножко изменить формат. То есть книги плотные, из плотного картона. Для детей это хорошо, потому что такие книги прослужат для них очень долгое время. Они смогут с ними расти не один год. Смотрите, книжка, давайте с вами разберём вот всю серию на книжке «Озорной щенок». Вы когда приобрели эту книжку и показываете её ребёнку впервые, вы можете рассмотреть обложку, ребёнку показать, кто у нас находится. Вот он нашёл киска, да, мячик, собачка, бабочка, пчёлки, цветочки. Видите, сколько всего много? Бабочек одна, пчёлок много. Порассуждали, да? А можно придумать имя, как зовут собачку, как зовут котёнка, да? После того, когда вы рассмотрели и говорите, «А посмотри, ой, собачка ожила, посмотрите». И у ребёнка тут столько появляется радости, столько энергии. Ему это становится очень интересно, что собачка ожила. Она может говорить, головой вертеть, да? Может поздороваться с котёнком, может мячик поиграть, покатать. Вот она, собачка, да? На солнышко посмотреть. Замечательно просто. И от имени собачки взрослый может предложить ребёнку. «А ты хочешь узнать, какая со мной случилась история?» Конечно, ребёнку захочется поговорить с живой собачкой. И он с удовольствием отправится в путешествие по книге вместе с этим щенком. И вот переворачивается страничка, да, и появляется текст, который взрослый читает ребёнку, да. В чём проблема? Собачка ищет мячик, с которым играл с котёнком, а он куда-то укатился. Вот собачка прибежала в дом, везде ищет, да, и под диваном, и под подушкой, и под стулом. Ну, нигде не может найти мячик. «А давай поможем ей искать», – говорит взрослый ребёнку. Конечно, ребёнок с удовольствием согласится помочь собачке найти мячик. Ну, тогда переворачивай страничку. Вот, пожалуйста, в движении идёт мелкой моторики, ребёнку надо перевернуть страничку. Вот, пожалуйста, прибежали в сад, ищет собачка дальше, а взрослый читает текст, который написан, да. Не нашла, не нашёл щеночек, извините, не нашёл щеночек мячика под капустой. Надо дальше бежать искать. Переворачивай, малыш, дальше книжку. Пожалуйста, малыш дальше переворачивает книжку. И вот, пожалуйста, ребёнок был в огороде, теперь он в саду, да. Кого он там встретил? Пчёл он встретил, у которых много мёда. Ну, мячика он так и не нашёл. Давай дальше помогать искать щенку, его потерянный мячик. Переворачиваем страничку. И ребёнок опять переворачивает страничку. Вот прибежал он во двор. Тоже ищет мячик, да. Кого он тут встретил? Всё в тексте прописано, всё можно это прочитать. С ребёнком можно обсудить, и как мышки печат, да. Ещё раз вспомню, как собачка гавкает. Вот, пожалуйста, начальное развитие речи ребёнка. Ну, не нашли мы мячик. Давайте переворачивать страничку дальше. И ребёнок переворачивает страничку дальше. Вот прибежал он на лужайку. Вот он мячик. А мячик, оказывается, котёнок нашёл и играет. И они весело, с удовольствием продолжили играть в мячик вместе с котёнком. Вот сказка закончилась, книжка закрылась, да. Конечно же, ребёнку после того, как он увидел, что мама или взрослый воспитатель может щенком вот так управлять, конечно, ему тоже захочется это действие повторить. И не надо этому противиться. Пускай ребёнок засунет свой пальчик и попробует тоже за щенка. Пускай поговорит с котёнком, спросит, может, как у него дела, а может, предложит во что поиграть, смотря какой словарный запас у ребёнка на данном этапе, когда вы его знакомите с этой книжкой. А представляете, как будет интересно, если у вас есть такая же серия, только игривый котёнок, да. Вот, пожалуйста, вы прочитали одну книжку, вы прочитали другую книжку. Эти книжки уже детям знакомы, они их знают наизусть. Но вы дальше можете это превратить в небольшой такой мини-театр на двоих. Когда ребёнок, ну, например, за котёнка, а взрослый за щенка. Или два ребёнка, да, один за котёнка, другой за щенка. И вот они рассказывают, вот они придумывают сюжет какой-то новый, который будет рассказывать или вести в какие-то неизведанные, интересные дали детей уводить. Представляете, как сложно детям всегда сочинять сказки, да. А в школе мы посмотрим, дети вообще очень плохо пишут в последнее время сочинения, потому что мы перестали учить детей сочинять сказки, сочинять истории. И благодаря вот таким замечательным книгам дети с удовольствием будут сочинять истории, рассказывать их с этими героями. А вот вы купили книжечку, да, мордочка ещё спрятана. Но ребёнок первое действие может потрогать, тактильные ощущения, да, испытать. Какой он мягкий, овечка, какая она приятная на ощупь. И вот, пожалуйста, овечка ожила, она и с поросёнком поздоровалась, и с курочкой поздоровалась, да, и на трактор посмотрел, как он там пашет полян. И вот, пожалуйста, история, да, где к рыжей курочке овечка подбежала у крылечка, поговорила, да. Можно отойти от рассказа, который написан в книге. Можно сочинить самим. А что сказала овечка курочке? О чём они могли были поговорить, да? Так как мы в домике видим много других курочек сидят, и яички высиживают, а эта курочка с цыплятами гуляет. Почему не поговорить? Можно посчитать, сколько цыплят, да? То есть вот, пожалуйста, фантазии тут может быть очень много. Вот она, она серия замечательная про утёнка. Какие с ним забавные происходили приключения на пруду. Пожалуйста, продолжайте с детьми рассказать. А вот как интересно, да, будет совместить, например, утёнка и тигрёнка. Это они из разных зон обитания, да? А мы их можем соединить и придумать про них замечательную сказку. Пожалуйста, вот слон, да, пошёл он гулять. И тоже с ним случается очень много приключений. Вот он даже пускает струю из хобота. Ту-ду, ту-ру-ру-ру, да? И струя полетела. Смотрите, как удобно. Ту-ру-ру-ру, и опять новая струя полетела. Пожалуйста, тут можно многое что сочинять, и как играть с этими книгами. То есть вы помните, что детей раннего возраста мы приучаем к чтению именно через игру. И благодаря вот таким книжкам, «Плюшевый мишка», да, мы детей приучаем любить книги, читать книги. Почему? Потому что герой оживает. Он не просто нарисован, да, на картинке, где мы можем рассматривать, а он именно оживает и может вести диалог с ребёнком. Поэтому детям такие книжки очень интересны. Где же, конечно, вопрос, где же такие книжки можно приобрести? Такие книжки можно приобрести на сайте «Школа семи гномов». И сегодня вам говорю радостную новость. Вы эти книжки можете купить с 15-процентной скидкой. Если в строке «Промо-код» вы наберёте такие кодовые наши слова «МПАДА». Что такое «МПАДА»? Это Международная педагогическая академия дошкольного образования. МПА-ДО. И благодаря этим пяти буквам вы сможете получить 15-процентную скидку. Но также у меня есть не очень радостная новость. Мы с вами прощаемся. Наступают летние каникулы. И на время летних каникул наши утренние эфиры прекращаются. Встретимся с вами в сентябре. Будем ждать вас с новыми книгами, с новыми рассказами, которые выпустило издательство «Мозаика Синтез». Надеюсь, что также нам предложат скидки для этих книг, чтобы вы могли были, больше шансов было купить эти замечательные книги. Ну и, конечно же, мне хочется всем напомнить, что в понедельник нас ждёт замечательный праздник – День защиты детей. Жалко, конечно, что нам не получится этот день отметить, как мы с вами всегда привыкли в дошкольных учреждениях – красочно, масштабно, с музыкой. Но мы в этот день всё равно, я думаю, каждый свяжется со своей группой, со своими детьми. И что-то придумает такое интересное, и как поздравить детей. Всего доброго, до свидания, удачи вам в вашей педагогической деятельности. До сентября.